Думала, что нашла любовь всей жизни, а оказалось, что столкнулась с худшим кошмаром. Жительница Балакова стала жертвой брачного афериста. Молодой человек красиво ухаживал за девушкой, они стали жить вместе, и у них даже есть общий ребенок. Но гражданский муж взял кредит на 300 тысяч рублей и скрылся в Москве, оставив долг Жанне. При этом знакомые аферисты уверены, она далеко не первая девушку, которую он обманул. О ситуации разбиралась Елена Губенкова. Она искала его за сотни километров от дома. Правда, по своему бывшему возлюбленному Жанна уже не скучает. Она лишь хочет вернуть деньги, которые Павел обманом у нее выманил. У них все начиналось, как в сказке, которая вскоре обернулась кошмаром. Сначала, вспоминает девушка, Павел решил взять кредит. Но 300 тысяч разлетелись за пару недель. Он сначала хотел взять кредит на то, чтобы на первое время квартиру нам снять отдельно, детей туда перевезти и прочее. Но взяв карточку, он тут же начал ее тратить. Поехал автобусом через Воронеж, чтобы взять подарок мне. То есть это было якобы заказанное кольцо у ювелира. И там он прогулял 100 тысяч за одну ночь. А потом все завертелось в бешеном ритме. Павел перестал притворяться, что любит девушку. Когда она забеременела, неоднократно ее избивал. Попыталась я с ним отношения порвать еще в марте прошлого года, когда он в первый раз поднял на меня руку. Потом в мае месяца он сильно избил меня. Отношения завершил сам Павел. Деньги закончились, платить кредит он не собирался. Оставив долг, на бывшую возлюбленную скрылся в Москве. Когда Жанна назначила встречу, он пришел, но столкнулся не с запуганной девушкой, а со съемочной группой и своим бывшим другом. Павел никогда не против был помахать кулаками. Удары отрабатывал на Жанне, а теперь и на бывшем друге. Отношения разладились, когда Александр понял, Павел аферист. Уже не раз молодой человек пытался предупредить девушек, которых обманывал его бывший друг. Кроме Жанны, еще были какие-то моменты, когда он обманывал других девушек? Были. То есть есть такие, допустим, некоторые слова, сказанные людям с Воронежем. То, что он там обманывал девушек, вынуждал их брать на себя кредит, то телефон, то ноутбук. И просто пропадал. Сам Павел уверяет, все выдумка. Жанну без денег не бросал, ее по-прежнему любит и хочет к ней вернуться. Готовы с Жанной будете там встретиться? Так, я хочу, я ее вызвал для этого. У нее еще, она сказала, там на ЛКЗ ей нужно, я ей деньги еще на эти цели отсюда. В Воронеже будет встреча у вас с ней? Да. Потому что она же живет в Болотова. И что? У детей и каникулы, нормально, вышлют деньги на дорогу. Правда, поверить человеку, который неоднократно ее предавал, Жанна уже вряд ли сможет. Она, как и бывший друг афериста, теперь хочет лишь одного. Чтобы вся страна узнала в лицо этого обманщика и больше ни одна девушка не стала его жертвой. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.